Приветствую вас. Я думаю, что вы сейчас находитесь в такой позиции шерквы, предлагая вам что-то посоветовать. Что в том смысле, что вам не хочется разбираться в себе, в своих чувствах, в своих страхах, и вы просто хотите, чтобы мы что-то порекомендовали. Так не работает. С подобным подходом вы никуда, к сожалению, не придете. То есть, вам не нужно что-либо менять в себе такого, чего бы вы не хотели менять. Вам не нужно делать что-то такого, чего бы вы не хотели делать, но вам очень желательно раскрыть в себе то, что вы в себе поравляете. Вам очень желательно выработать конструктивные элементы своего поведения, которые сейчас, на данный момент, отсутствуют. К сожалению. Вот это, что-то я могу сказать вам, совершенно точно и совершенно определенно. То есть, вы говорите, что вы интроверт. Хорошо. Но ни в коем случае, интроверция не означает того факта, что вы должны отталкивать людей. То вы должны отталкивать мужчин. Вы пишите, что, значит, я интроверт и не иду на контакт первое. То, что вы интроверт, это одно. Но ваша интроверция никак не означает, что вы не можете первой идти на контакт. То есть, это вот совершенно, совершенно однозначный такой момент, вот, который я хотел бы до вас донести. То есть, то, что вы не идете на контакт первое, это не означает, что вы интроверт. Это означает, что у вас в сайтбук стоят блоки на общение, а интроверция это совсем другое. Я уверен, что вам не понравится то, что я скажу, но... С помощью... С помощью интроверции вы оправдываете свое поведение. С помощью интроверции вы оправдываете свою пассивность. Как бы... Понимаете? И... Вы... Заметьте, вы говорите, что новые знакомства мне даются тяжело. А почему они вам даются тяжело? Импроверт это человек, который живет своим внутренним миром, но это не тот человек, у которого есть проблемы в общении. Это не тот человек, у которого есть проблемы с налаживанием общего языка с людьми. И... Высокий интеллект здесь вам может только помочь. Другое дело, постараться научиться правильно его использовать. Это тоже очень... Ну, очень важный момент. Научиться использовать ваш интеллект. Вот. То есть, как бы, знакомство, если оно выстраивается исключительно только на каких-то таких основаниях, да, скажем так, неустойчиво. Вот. То... Конечно, будет тяжело. Любому человеку будет тяжело, не только вам. Дело здесь не в интроверсии, а в том, что вам интересно. Понимаете? Дело здесь в том, как вы выстраиваете фундамент для того, чтобы познакомиться с людьми, которые вам подходят. Вот. Дело в том, как вы относитесь к людям, к мужчинам. Даете ли вы этим мужчинам шанс? Вообще. Тоже очень важная история. Поэтому, на мой взгляд, история здесь может быть только вот такой. То есть, это может быть вот такой момент, это может быть такой аспект. Дальше. Дальше. Идем. Дальше. Так. Значит, у меня сложно вообще не завязываться с людьми, я интроверт, не иду, не люблю компании, новые знакомства. Почему вы не любите новые знакомства? В чем здесь у вас угроза? Новые знакомства, это, ну, как минимум, возможность для развития, для роста. Так. Потому приходилось всегда выбирать из тех мужчин, которые приняли инициативу с вами. Видите? То есть, вы игнорируете свой выбор не заводить новые знакомства, потому что вам тяжело. Игнорируете ваши выборы и говорите, что приходилось выбирать мужчин. То есть, это позиция жертвы. Вот. Вы почитаете про треугольник Карпмана, я думаю, что понятие жертвы, которое там описывается, будет вам полезным. Это все можно скорректировать. Дальше. Парадокс в том, что мне эти мужчины всегда были неинтересны. Вот что для вас интересны мужчины тоже. Это мужчины, которые у вас что-то общее есть. А что вы делали, чтобы у вас с каким-то потенциальным мужчиной было что-то общее? Дальше. Значит. Так. И вот сейчас мне уже 30+, личная жизнь по-прежнему не налажена. Смотрите, какой момент. Вы говорите, значит, что не налажена личная жизнь у вас. Зачем и для чего вам ее налаживать? Что такое по-вашему личная жизнь? Опять же. Вот. То есть как вы себе это представляете? То есть, совершенно очевидно, что если вы говорите про, значит, ну, про такое понятие, как личная жизнь, значит, у вас есть какие-то представления, возможно, о том, как она должна вообще выглядеть. Ну, выглядеть, как она должна вообще происходить у вас. Если есть такое представление, то есть идеализация. И если есть идеализация, то это почти всегда игнорирование, игнорирование реальных людей. Игнорирование реального мира. Там это в реальном мире отношения совсем, ну, по-другому вкладывается. В них очень важно идти на уступки. В них очень важно идти на компромиссы. В них очень важно давать человеку шанс. В них очень важно проявлять эмпатию. И вот, наверное, с проявления эмпатии я бы и предложил вам начать. Вообще. То есть проявлять эмпатию ко всем людям. Вот. Стремиться к тому, стремиться к тому, чтобы отношения со всеми людьми у вас устраивались более-менее нормально. Не обязательно, чтобы это были прямо идеальные хорошие отношения. Нет. Чтобы они были более-менее нормальные. Это то, что можно и нужно вам тоже сделать. Опять же, в этом поможет психолог. Далее. Большинство роветников уже давно в семье. Ознакомиться я не знаю где, да и нет желания. Ну и как вот вы, если у вас нет желания знакомиться, как вы хотите устроить свою личную жизнь. Другое дело, что знакомство, да. Знакомство, оно не должно быть ради знакомства. Знакомство, оно происходит ради чего-то. То есть должен быть какой-то предмет. Этот предмет вытекает из ваших интересов. Дальше. Так. Значит. Количество поклонников тоже стало меньше, хотя меня и это не греет. Это по-прежнему те мужчины, которые мне не нужны и неинтересны. Ну, если это нужно разбираться в такой ненужный и неинтересный мужчина. Чувствовать себя в тупике, я думаю, неужели это всё конец? Конец к чему? Ведь личную жизнь устраивают необщительные люди. Так. Тупик. То есть вы себя чувствуете в тупике, это так называемая психологическая игра. Тупик. Можете прочитать про неё в интернете. Тоже будет, я думаю, полезно. Дальше. Вы пишете про необщительных людей, которые устраивают личную жизнь. Здесь у вас имеет место быть сравнивание себя с другими людьми. Что тоже, конечно, отягчает вашу ситуацию. Потому что сравнивать себя с другими людьми, значит, обесценивать себя саму. Дальше. Они просто соглашаются на первую встречу. Многие так создали семьи. Многие откуда? Многие в статистику ввели. То есть, как бы, ну... К чему вам эти сведения? Кто как создавал семью? Ну, вот. Я не могу так и не хочу. Чтобы, вроде бы, есть человек и ладно. Что вы можете мне посоветовать? Психологи не занимаются советами. Психологи раскрывают проблемы клиента. Раскрывают чувства клиента и помогают им лучше их выражать. А тем самым обеспечивая более естественное поведение, которое и приводит человека к его собственным сформированным решениям. Стать общительной и искать новые знакомства точно не мое. Я устаю очень быстро от людей и от общения. Ну, так можно подумать от чего выставить. Можно сделать так, чтобы вы не уставали. То есть, это... Это работа. Да, это психологическая работа, но это работа над собой. Вот. Если время чего достать, то ничего не происходит. У меня и так уже полжизни прошло никак. А почему у вас полжизни прошло никак? Почему у вас полжизни прошло никак? Да. Получается, что кроме мужчин у вас и смысла как бы в жизни нет. А как же ваши глобальные цели? Как же ваши глобальные смыслы? Как же ценности, которых вы следует вне зависимости от того, есть мужчина у вас или нет? То есть, это больше похоже не на то, что у вас проблемы со взаимоотношением с мужчинами, а это проблема на то, что у вас проблема некоторая с самоопределением, с реализацией, возможно. И через мужчину вы хотите реализоваться, но это как раз таки тупиковый путь, потому что мужчина не поможет вам реализоваться. И ожидать этого от него по меньшей мере наивно. Так что вот, подумайте об этом, почитайте обо всем том, что я озвучил вам, и если будете готовы, можно будет поработать. Но это неоднократная беседа, и это не быстрая работа. То есть, если вы готовы к этому, если вы готовы меняться, если вы готовы работать над своими проблемами, то я полагаю, что всё возможно. Если нет, если вы просто хотите совета, то в таком случае я боюсь, что именно психолог вам не поможет. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok